Здравствуйте, уважаемые студенты! Я ассистент кафедры фармакологии Шкурова Делюромба Хадыровна. Тема сегодняшней нашей лекции – средства, влияющие на функцию органов дыхания. В общей клинической практике количество пациентов с респираторным заболеванием составляет 25% всех больных, обращающихся за помощью. Каждый десятый из госпитализированных больных – это больной воспалением легких. Хронически-абструктивные заболевания легких по показателям заболеваемости и смертности занимают одно из первых мест в мире. Рассмотрим классификацию средств, влияющих на функцию органов дыхания. Выделяют следующие группы лекарственных препаратов. Первое – это противокошлевые средства. Второе – отхаркивающие средства. Третье – стимуляторы дыхания. Четвертое – препараты, применяемые при бронхиальной астме. И последнюю группу составляют средства, применяемые при отеке легких. Посмотрим, что такое кашель. Кашель – он бывает продуктивный, продуктивный с наличием секрета бронхов. Мокрота с выраженными вязко-эластичными свойствами, мука и протеолитические средства. Мокрота с выраженными адгезинными свойствами применяют средства, стимулирующие образование сурфактанта. Третье – снижение скорости мукотелиарного транспорта при неизмененных свойствах мокроты. Применяют препараты, стимулирующие телиарную функцию. Четвертое – выражены нарушения бронхиальной проходимости, морфологические изменения бронхов. При атрофии слизистой, при стенозе бронхов применяют щелочные ингаляции. Признаки аллергической реакции и повышенной гистаминной активности применяют антигистаминные средства. Вторую группу составляют непродуктивный кашель без мокроты. К ним относятся катаральные воспаления, чаще вирусные этиологии. Этот кашель выявляет рефлекторного или центрального генеза. В этом случае применяют противокашлевые препараты. Признаки аллергической реакции здесь применяют антигистаминные средства. При бронхоспазме применяют бронхолитики. Кашель делится на следующие группы. Острый длится до 3 недель. Подострый от 3 до 6 недель. Хронический продолжительность, который составляет от 6 до 8 недель. Противокашлевые средства в свою очередь делятся на следующие группы. Первое. Это центрального типа действия. Препараты, подавляющие центральные звенья кашлевого рефлекса. К ним относятся наркотические препараты. Метилморфин и комбинированные препараты на его основе. Кодерпин, кадесан, кафетин. Следующая группа составляет декстрометарфан и комбинированные препараты на его основе. К ним относятся акадин, алтусин, робитусин, колдрекснайт, гриппекс. Следующую группу составляют ненаркотические препараты. К ним относятся глоуцин, гидрохлорид и комбинированные препараты на его основе бронхолитин. Также относятся к этой группе тусупрекс, факсиладин, бутимират, цитрат и комбинированные препараты на его основе стоптусин. Вторую группу составляет периферического типа действия. Препараты, подавляющие периферические звенья кашлевого рефлекса, блокируют рецепты дыхательных путей. К ним относятся преноксидиазин, либексин, глибексин. Вот здесь показаны препараты, в какой форме они применяются. При применении декстрометарфана рекомендовано обильное питье, не употреблять алкоголь, не употреблять стимуляторы, например, кофеин. При остром отравлении декстрометарфаном бывают следующие изменения. Клинические эффекты, которые происходят с участием центральной нервной системы. Наблюдаются неврологические эффекты, сонливость, дискоординация движений, нестагом, головокружение, кома, психоз, возможно, судорики. Также наблюдаются респираторные эффекты, угнетение дыхания. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается тахикардия. Со стороны пищеварительной системы – тошнота, рвота, запора, сухость во рту. Со стороны глаза – возможный миоз, медриаз и нестагом. Воздействие на кожу – красноватый цвет у детей. Симптомы передозировки характеризуются чувством тревоги, нервной и дыхательной депрессии. Злоупотребление декстрометарфана может вызвать эйфорийную реакцию, чрезмерное возбуждение, зрительные галлюцинации и слуха. Декстрометарфан часто злоупотребляют, чтобы не сформировать привычку для владельца, но нет фактов, которые показывают зависимость декстрометарфан, как указано из группы морфина. Подростки, которые употребляли алкоголь, 3 или 4 бутылки из сироп от кашля, содержащий декстрометарфан в день, и 20-30 таблеток, содержащих декстрометарфана, одновременно привело к коме и смерти. Следующая группа – отхаркивающие средства. Отхаркивающие средства относятся к секретам моторных средствам – регидранты, стимулирующие отхаркивание. К ним относятся средства рефлекторного действия, препараты лекарственных растений, бензуат натрия, бронхикум, эликсир, мукалтин. Следующую подгруппу составляют средства резортированного и местного действия. К ним относятся иодид натрия и калия, хлорид аммония, натрия, гидрокарбонат, эфирные масла, пульмекс. Следующие – это бронхосекретолитические средства, или по-другому они называются мукалитики. К ним относятся протеолитические ферменты, трепсин, химотрепсин, дезоксирибонуклеазов. К собственному калитике к ним относятся асоциалтистеин, карботстеин. Также следующую группу составляют средства, стимулирующие образование сурфактанта. К ним относятся бронхиксин и амбраксол. Также сурфактанты, экзосурф и альвеофакт. К препаратам лекарственных растений относятся алтея лекарственная, термопсис, фиалка трехцветная. Они выпускаются в таблетированной форме. Трепсин кристаллический выпускается в ампулах и флаконах. Следующая группа составляет стимуляторы дыхания или по-другому называют аналептиками. Аналептики бывают прямого действия, к ним относятся бимигрид, этимизол и кофеин. Вторую группу составляют аналептики смешанного действия, к ним относятся кардиамин, камфор, углекислота или карбоген. Третью группу составляют аналептики рефлекторного действия, лоберин и цититон. Этимизол выпускается в порошке, в таблетках и в ампулах. Кофеин бензонат выпускается также в порошках, таблетках и в ампулах. Бимигрид выпускается в ампулах по 10 мл 0,5% раствора. Кордиамин выпускается также в ампулах, в шприц-тюбиках по 1 мл или во флаконах для приема внутрь. Камфор выпускается в ампулах по 1-2 мл 10% раствора в оливковом масле для подкожного введения, 10% раствора подсолнечного масла для наружного применения. Рассмотрим следующую группу препаратов – средства для снятия бронхоспазма. Для снятия приступов бронхиальной астмы используются бронхолитические средства. К ним относятся адреномиметики, альфа-бета-адреномиметики, бета-адреномиметики и бета-2-адреномиметики. К ним же также относятся метилксантины. Третью подгруппу составляют холиноблокаторы, м-холиноблокаторы и ганглиоблокаторы. Также применяют противоаллергические и десинтибилизирующие средства, отхаркивающие средства. Средства мы применяем при бронхиальной астме, относятся к альбутамолу, венталену, беротеку и астмопену. Из группы м-холиноблокаторов применяют атропинсульфат, салутан. Также применяют эюфилин, кетотифен, антигистаминные препараты. Также применяют гормональные препараты, такие как преднизолон, гидрокортизон и дексаметазон. Ингаляционные кортикостероиды. Применение кортикостероидов ингаляционно ограничивают их системные действия и соответственно уменьшают риск побочных эффектов и осложнений. Ингибиторы лейкотренинов. Лейкотренины провоцируют образование клетчатых инфильтратов с повреждением эпителия, вызывают нарушения в нервных механизмах, повышают чувствительность гладких мышц, дыхательных путей, провоцируют спазм бронхов. Классификация отёка лёгких. Бывают кардиогенные, генезо-токсические, нейрогенные, вызванные длительным сопротивлением на вдохе. Отёк лёгкий, кардиогенный и некардиогенный. Острый респираторный дистресс-синдром, инфекции, травмы или увечья ткани лёгкого, вдыхание токсичных веществ или лучевой терапии, злокачественных опухолей лёгких. К отёку лёгких может привести почечная недостаточность, внутричерепные кровотечения или травму мозга, передозировка героина или метадона, тромбоэмболия легочной артерии. Рассмотрим лечебные мероприятия при отёке лёгких. Первое – это снижение гидростатического давления в сосудах малого круга и уменьшение венозного притока к сердцу. Уменьшение объёма циркулирующей крови и дегидротация лёгких. Третье – это уменьшение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран. Улучшение оксигенации тканей, восстановление проходимости дыхательных путей, в этом случае применяет пеногасители, коррекция кислотно-щелочного состояния или электролитного баланса. Ликвидация болевого синдрома и острых нарушений сердечного ритма. Также нужно усилить сократительную способность миокарда и снятие бронхоспазма. В этом случае применяют морфин, гидрохлорид, гигруни, пентамин, нитроглицерин, мочегонные средства, модифицированный аппарат Боброва. Также применяют препараты антигистаминной группой, димедрол, супрастин и преднизолом.